всем привет вы на канале интернет-магазина пряжи вязаный меня зовут мария и сегодня мы с вами поговорим о пряжи сразу двух видов точнее это пряжа относится к одной и той же линейки турецкой фирмы alize и эта линейка называется superlana вся пряжа которая называется superlana она представляет из себя одинаковое сочетание по составу шерсти и акрила в процентном соотношении 75 процентов акрила в этой нити всегда и 25 процентов шерсти но нить отличается в зависимости от типа крутки толщины и расцветок и вот сегодня мы с вами посмотрим на две разновидности первая называется superlana classic и 2 superlana зинджир мы будем рассматривать их вместе потому что они очень похожи как я уже сказала у них одинаковый состав толщина нити метраж но есть некоторая разница которую мы с вами увидим дальше когда будем рассматривать образцы и структуру нити оба моточка весит 100 грамм длина нити в них по 280 метров и рекомендации по вязанию тоже аналогичные спицы нам рекомендует производитель от тройки до четверки и крючок такой же чисто внешне моточки очень похожи и даже если вы никогда их не держали в руках вы вероятно их спутаете но есть некоторая разница и сейчас я вам покажу образцы первый образец мы связали спицами номер три с половиной как раз тем номером который укладывается в средние значения которые нам рекомендуют производитель вот таким легким ажурным узором и получилось вот такое полотно она эластичная мягкая ниточка шелковистая очень приятная она в работе она не слоится легко вообще работается с ней спицами и крючком ложится в аккуратные ровные петельки но можете сами посмотреть как это выглядит полотно получается мягкая податливая ниточка не очень толстая поэтому она такое легкое и деликатное получилось второй вот такой красивый образец со сложным интересным узором с переплетениями разнообразными также связан из пряжи супер лана классик тоже спицами номер три с половиной и посмотрите как ниточка держит объемные узоры видно что узоры на ней отчетливые они сохраняют свой объем образцы у нас уже стиранные после стирки они не изменяются никак в размерах не вытягиваются не садятся то есть в этом плане ниточка практичная вот такой небольшой образец мы связали специально узором резинка 2 на 2 чтобы показать вам эластичность этой нити вот посмотрите насколько и растягиваю и как она обратно стремится быстро вернуть свою первоначальную форму то есть пружинистость у нее и упругость очень хорошая и следующий образец мы связали крючком посмотрите какой узорчик здесь совсем он простенький но ниточка также смотрится в нем красиво она немного переливается таким легким жемчужным блеском петельки легли ровно аккуратно и узор смотрится очень однородным и равномерным по всей своей длине и полотно она не стала более жестким в крючке несмотря на большую плотность но по-прежнему такой же мягкая очень приятная на ощупь крючок мы использовали номер четыре эта серия образцов была из пряжи супер лана классик и теперь я вам хочу показать образцы из пряжи супер лана зинджир они связаны точно такими же номерами инструментов в точно такой же плотности и теми же самыми узорами покажу их быстро потому что уже все самое основное я вам про них рассказала вот так выглядит узор ажурный это косы вот такая резинка и узор крючком я не знаю ощутили вы разницу или нет вы могли наверное даже подумать что я вам показываю одни и те же полотна но на самом деле вот видите у меня их две стопочки я вам подтверждаю что они связаны из разных нитей и чтобы разобраться в чем разница на самом деле нужно в первую очередь посмотреть на ниточку поближе на ее структуру это нить пряжи супер лана классик она скручена классическим способом по спирали немножечко у нее присутствует ворсик совсем легкий и такой приятный легкий жемчужный блеск скручена она из трех ниточек которые не сразу же поддаются распуску то есть они хорошо между собой переплетены ниточка однородно выглядит она не расслаивается во время вязания скрутку у нее достаточно пышная ниточка воздушная и вот так выглядит нить пряжи супер лана зим джир первоначально кажется что она такая же но если мы начнем ее разъединять на кончике то мы увидим что она тоже скручена из трех нитей волокна переплетены между собой в виде такой сложной косички цепочки то есть и и вот таким образом раскрутить не удается скрутку нее более сложная более витиеватая и поэтому ниточка по своей длине она более фактурная она уже не такая гладкая не такая ровная как у супер лана классик у супер лана классик спиральная крутка и видны вот эти витки она как бы даже блестит немного другим блеском таким однородным гладким видно направление этого блеска а у пряжи супер лана зим джир блеск более зернистый и более однородный такой песочный то есть невозможно сказать в какую сторону направленный блеск не видно направление грудки она однородная по всей длине напишите в комментариях вообще видите в эту разницу потому что разница едва уловимая и вот так вот я вам покажу в моточке как это выглядит при близком рассмотрении вы угадали я думаю что слева находится супер лана зим джир а справа супер лана классик видите как отличается блеск слева образец и супер лана зим джир и справа из супер лана классик видите какая разница полотно из пряжи супер лана зим джир также выглядит более фактурно немного более объемно и на ощупь полотно из пряжи супер лана зим джир она более такое шероховатое а из пряжи супер лана классик более шелковистая и ровная и если сравнивать два образца с косами то когда я растягиваю образец из супер лана зим джир он вот такой пружинистый и упругий образцы из супер лана классик ниточка легла более мягко она тоже упругая но она даже в руках не дает такого сопротивления то есть она более такая податливая и подвижная супер лана зим джир она больше стремится сохранить форму и принять первоначальное положение и узора выглядит немного более фактурное и необычно крючки также эта разница есть посмотрите какой разный блеск у этих двух нитей ну и в целом можно сказать что отличие этих двух нитей именно в крутке и от этого получается разный тип поверхности у зим джир более шероховатая более более рельефная такая фактурная а у классик более шелковистая для детей больше подойдет пряжа в этом плане супер лана классик она более нежная супер лана зим джир подойдет для взрослых изделий интересных необычных не классических с такой фактурной интересной поверхностью также есть разница в палитре оттенков у этих двух нитей в целом оттенки перекликаются между собой имеют одинаковую нумерацию но они выглядят немного по-разному именно из-за разные крутки и у пряжи супер лана классик оттенков больше поэтому я буду знакомить вас с палитрой на ее примере сейчас вам просто покажу как выглядит цвета одни и те же в разных вариантах этой нити вот например классический белый это супер лана классик это супер лана зим джир и для примера вам покажу кремовый 0 1 оттенок образцы мы кстати все вязали из оттенка номер 599 слоновая кость и теперь я вас познакомлю цветовой палитры вот такими небольшими группами по оттенкам и буду называть вам номера 55 62 01 310 вот такие интересные оттенки бежевого с разными подтонами 05 более натуральный бежевый 506 такой сиреневато-серый сложный и 404 пудровый розовые все не помещаются в кадр 271 144 161 363 и 295 группа серых оттенков которые плавно переходят в сиреневые 168 652 142 257 группа голубых и мятных оттенков 480 514 522 463 классика по насыщенным цветам 56 и 57 и есть у супер лана классик вот такие интересные меланжевые оттенки 905 и 601 и вы нас очень часто спрашиваете о схемах узоров которые мы берем для своих образцов поэтому сегодня я хочу вам немного рассказать о книге об одной из моих любимых книг по которой мы вязали вот эти образцы с косами книга называется энциклопедия узоров косы жгуты араны и есть уточнение большое практическое руководство по вязанию узоров и созданию авторских дизайнов автор нора гуан и когда мы с вами открываем книгу уже на первой странице мы видим вот такой коллаж из фотографии узоров которые авторы нам дальнейшем предложат связать они все выполнены в небольшом количестве оттенков таких приятных пастельных тонах и вся книга в дальнейшем тоже будет именно в таких оттенках выполнена и эта книга отличается от большинства сборников узоров именно тем что это не просто собрание узоров в одном издании а именно энциклопедия как говорится в названии то есть здесь нам автор показывает свое личное отношение к этому типу узора и учит нас анализировать эти схемы и видеть в них не просто переплетение а видеть логику рисунка его структуру понимать какие типы коз бывают и в итоге она показывает что эти узоры можно самостоятельно моделировать и создавать свои неповторимые авторские схемы в этом и есть в принципе назначение этой книги и когда читаешь вступление автора и рассматриваешь эти картинки в этих приятных нежных тонах на самом деле заражаешься ее вдохновением хочется к этой книге вернуться не для того чтобы просто взять отсюда какую-то одну схему а для того чтобы погрузиться в этот мир коз и на самом деле создавать какие-то свои неповторимые рисунки то есть она прям заражает своим таким энтузиазмом информация подана очень логично очень понятно по мере усложнения сначала идут обычные косички простые несложные с которыми справится даже новичок для каждого узора есть фотографии отвязанного образца также схема как узор выглядит на лицевой стороне это очень удобно при вязании по кругу условное обозначение и описание вязания поворотными рядами но когда вы свяжете уже несколько узоров вы научитесь понимать схемы и даже сможете вязать без опоры на условное обозначение то есть будете уже видеть по рисунку как какие петли вам снимать перемещать в каком направлении и автор отдельно еще рассказывает как эти схемы читаются также книги есть полноценные изделия которые можно связать вместе с автором с использованием тех схем которые она предлагает и заканчивается книга вот такими пустыми листами для заметок и также здесь есть расчерченные листы вот так они выглядят для создания уже непосредственно своих авторских схем ссылку на книгу и на издательство я оставлю внизу в описании под видео там вы сможете подробнее про нее почитать и также я там напишу номер и страницу узора которые мы брали для нашего образца теперь вы поделитесь своим впечатлением о пряже которые я вам сегодня показывала поняли ли вы разницу между двумя этими нитями потому что она такая неуловимая но я старалась рассказать и показать как могла и не сказала вам такую важную вещь зинджир в переводе с турецкого означает цепь то есть производитель нам в названии уже дает разгадку в чем же особенность главной этой нити вот вязать и из одной из второй ниточки можно практически все что угодно и детям и взрослым у нее очень удобная толщина классические расцветки однотонные она в меру теплая не колючая шелковистая поэтому с ней можно очень много экспериментировать расскажите что вы вязали из этой пряжи если вязали и подписывайтесь на наш канал дальше я тоже буду снимать много подобных видео разборов сравнения пряжи и увидимся с вами в следующих видео пока